33 час 33 час джек итальян с два огонь и властью офигеть там оказывается народу куча чего я вообще не ожидал шой шой у них видимо этот без у них видимо камуфляж лучший в лицом стоит его не видно ни хрена только форста его видит там у дворе еще кто-то был так баре пускай залегает тогда лучше я думал в чисто уже все во дворе от хрена с двум слушаю я не поверю что они ушли отсюда это что такое модный в окнах моя чет видите опять борис правишься остальные не видят я остальные не видит да гонтарские я отдал слушаю все птички тыкать свои слушаю так баре в беде друзья баре в беде я так давайте анаболика спустим правда это будет уже следующем ходу да надо баре на выручку вон еще один ублюдок охренеть их тут во дворе навалом пиццы кто-то навалом чума ништя так сняли еще двоих гонтарские я готов так баре тут один на одиннадцать с этим типом а у него очки-то уже закончились он еще ранен и у меня немножко немножко кровью стекает слушаю как вот того для того типа дотянуть эти не видят ни хрена кстати они чё сюда светошумовую кинулеж когда спускался здесь темно было по ходу света не кинули блин надо как-то на выручку спускаться я форесер пускай на крыше лежит я готов слушаю так с дому придется спустить мне тоже вниз как ее спустить только так чтобы сейчас он ее не пристрелил если я ее сейчас спущу здесь то наверное хана ей да пускай она здесь стоит блин со двора опять стреляют так форестер добьет его я думаю вся он еще один внутри слушаю я не ожидал честно говоря что их столько здесь уцелела так димитрий блин тот чувак чё пропал из виду что ли черт тут чувак из виду пропал слушай давай да о сдоба сейчас в упор его пристроить прикончит молочинка заботиться о своем оружии и она позаботиться о тебе что бы молочинка слушаю так вот что делать с тем степом его не видно ни хрена надо спускаться блин ну вообще-то этот чувак он чуть живой ему вообще спускаться не надо нет ему не надо спускаться слушаю дмитрий тоже раненый из дома только нормально себя чувствует так анаболик ему надо с этого освещенного места наверное уходить окей я готов я что-то слышал определен слушаю кто-то наследил я готов так баррис чуть 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 более темное место вон чувак а это наши наши так во дворе кто-то есть очевидно я готов по крайней мере один из них еще где-то прячется так пока не пока тихо моя кожа от дырках пропускает кровь пока тишина давайте перебинтуемся гонтарские так перебинтовались как форестер перезарядить мне кстати посоветовали форестеру поменять снайперскую винтовку на обычную пушку в принципе наверное это правильный совет но у него полный полный комплект этих патронов патронов может быть их сначала выработать я время мусор выносить так мусор 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 я стал так баре баре давайте боком боком час а там форестер мешает баре тогда можно подвести попробовать к этому окну пускай он здесь контролит помещение слушаю так димитрий у меня сильно раненые наверное это принципе почему бы нет его тоже можно поставить возле окна почему бы нет кстати так я так и не понял все-таки где-то да на боли что это где-то во дворе какой-то тип так попробуем боком выйти странно откуда-то 2 раз стреляют я же вижу я отом так от этого окна придется сейчас отойти сидела папа так а значит все что я ничего слушаю как он его со спины увидел удивительно так форестер смотрит в это окно гонтарские я готов лучше понял слушаю так из дома наверное тоже пускай сидит это вещь имеет какую-то ценность слушаю офигеть откуда-то сзади анаболика расстреливают я глава не вижу даже где а я а то где-то там враг конечно но теперь и и и Слушаю. Сделаю. Сейчас. Слушаю. Я. Гонтарский. Гонтарский. Так, этому чуваку надо перебинтовать себя. Я готов. Так, Барри пускай зайдет вот здесь вот, на крыше осмотрится. Сиди, ладно. Слушаю. Понял. Слушаю. Так, дверь заперта, да? Нет, ее тут анаболик может открыть. Сделаем. Слушаю. Я. Так, тут газ расползается. Надо отходить от него. Так, вот может быть туда световую кинуть, но мне жалко световую ради одного чувака тратить. Сделаю. Блин, сейчас Форестер будет расстреливать со двора. Гонтарский. Я готов. Слышу шум недалеко. Кто шумит? Не забывай. По крайней мере, один из них еще где-то прежде. Это шо такое? Так, Дмитрий пускай. Слышу шум недалеко. В окошко сейчас выглянет. Это шо такое? В принципе, вот этот коридор, может быть, он пускай просматривает. Пускай Дмитрий этот коридор смотрит. Там кто-то стонет и стонет. Надо туда краситься в режиме невидимости, чтобы первым его заметить. Ага. Ага. Вот кровь, может быть, где-то здесь рядом. Это ж кровавые следы, по-моему, да? Это шо такое? Слушаю. Так, с Доба пускай. Сейчас. Так, эта дверь тоже закрыта. Тут анаболика надо подключать. Где анаболика? Анаболик вот ползает. Ага. У него же нет очков ночного видения. У него есть прибор ночного видения. Ага. Странно, откуда же нас обстрел... Может быть, вот с этого здания, с окна? А, вон, чувак. Это он, походу, нас обстреливал. Истекает кровь, видите, тиф? Да анаболик, иди ты сюда. Окей. Вот этого надо добить, и все, может быть. Ну, понятно, что это не последствий. Там что-то есть? А, он умер уже. Он умер. Стек кровью. Противогаз. Противогаз. Ух ты. Она... Так, состав 18. Это все потом будем, после зачистки, делать. Кстати, состав 18, в принципе, можно сейчас прям применить на... Броник. А, слушайте, да, пока не будет зачищена локация. Можно только в режиме тактическом подбирать. Ладно, все это потом будем делать. Осталось дочистить тюрьму. Так, этот подстраховывает здесь. Слушаю! Так, кто где у меня Форестер? Форестер тоже подключается. Будет сделано! Так, надо вот это окно тоже просматривать. Так, и надо еще, я думаю, просматривать... Так, анаболик, наверное, будет помогать. Анаболик сейчас будет вообще вскрывать вот эту дверь. За ней тоже, скорее всего. Давайте, значит, займусь я, наверное, сначала вот этой дверью вот займемся. За ней, скорее всего, тоже враги есть. Слушаю! Так, скала, ладно, пускай отдыхает. Будет сделано! Так, Форестер, ладно, давайте тоже подключим. Сделаю! Вот за этой дверью, я когда до этого играл, у меня сейчас вторая попытка, потому что завалили. За этой дверью двое были. Слушаю! Я! Слушаю! Слушаю! Так, Димитрий контролирует этот проход. Я так понял, он может, в принципе, и даже на картаке сидеть, наверное. Я думаю, да. Так, ну что, Анаболик, давай, вскрывай дверь. Дверь заблокирована. Анаболик. Так, только давайте на корочки его сначала посадим. Я за всех злых врагов. Опа. Вон он сидит в засаде. Так, я как раз перед этим сохранился. Давайте я сейчас загружусь. Мы просто не будем лезть на рожон. Либо надо вбегать, сломя голову как-то, что ли. Вот что делать? Можно кинуть дымовую, а вроде жалко кидать дымовую. Так, ну попробуем все-таки в бесшумном режиме зайти. Я за всех злых врагов. Гонтарские. Сука, он в упор еще промазал. Нет, так не получится. Как вот его выкурить оттуда, я не понимаю. Сломя голову забегать, что ли? Или Форестером забегать? Ну у Форестера только... Один выстрел из снайперской винтовки. Я за всех злых врагов. О, он сам, что ли? Он сам сюда подсу... Сам к нам полез, обратите внимание. Так, два выстрела в голову. Он сам к нам полез, видите? Слушаю. Так, давайте подождем, сейчас еще могут вылезти. Слушаю. По крайней мере, один из них еще где-то прячется. Это еще не все. Значит, наборик идет дальше. Что это? Там что, спуск вниз еще? Так, вниз в последнюю очередь спускаемся. Окей. Тогда пока двери... Двери осматриваем все помещения. Окей. Так, ну здесь должно быть безопасно. В конце концов, ты открыть же должен. Так, ну... Что это? Там что-то есть. Ага. Путевогазы. Так, я вот не вижу. Где-то дверь должна быть вот в этом помещении. Вот в этом помещении. Где дверь? Путь заблокирован. Чем путь заблокирован? Постал. Бронежилет Спектра? Брюки Спектра? Ручная граната. Блин, брюки и бронежилет Спектра. Прикиньте, не зря мы сюда пришли. Офигенные трофеи. Так, тут, видимо, подойти вот к этому ящику мешает дверь. Надо ее закрыть, наверное. И вот теперь к ящику можно зайти. Постал. О'кей. Здесь ничего, да? О'кей. О'кей. Постал. Брюки Спектра и какой-то шлем. Там какой-то кевларовый шлем. Ну, кевларовый шлем это уже для меня ерунда. А вот брюки Спектра. Такие отличные станишки. Кевларовые брючки. Тоже неплохо. Это начальница тюрьмы, друзья. Это начальница тюрьмы. Выносим ее нахрен. Тихо-тихо. Я ее уничтожу. Они тут пытками занимались. Подождите, а дважды мы сможем выстрелить? Блядь, ты что, прикалываешься, что ли? Сейчас будут, она еще будет полнополи получать. Очуметь. Так, давайте я не доздолго до этого сохранился. Ничего страшного. Просто надо дважды в голову попасть, и все будет нормально. Это начальница тюрьмы. В журнал добавлена запись. Главная мертва. Главная по тюрьме. Главная убита вашим отрядом. Но она злая, то есть че? Жалко ее. Она ментовка. Ладно, ментами было, но в пытках участок. МАК-10 и немножечко денег. Соберем потом. Слушайте, а че? Все? Окей. Враги закончились или что? Ну-ка, давайте проверим. Если вещи можно собирать, то значит враги... То значит враги закончились. Слушайте, враги за... Да, враги закончились, значит. Все, мы зачистили этот сектор. Три ключа, но они мне не нужны. Да, трофеев здесь дохрена. Но я еще не все комнаты осмотрел. Так, эта кнопка то ли... То ли включает сирену, то ли что. Я не буду ее нажимать. Ее не надо нажимать. Регенератор, стимулятор, два противогаза. Блин, мне эти противогазы уже девать некуда. Так, это сейф, друзья. Мы его и так открыли. Стимулятор сигары. Так, вот еще домик. В этом домике, кстати, живет муж тюремный. Я не играл, но я читал в интернете, что там живет муж. Я бы думал, вот здесь ее кабинет будет. Нам еще, кстати, спускаться вниз. Кстати, камеры я предлагаю открыть анаболиком. Чисто для того, чтобы... А что он? Присядку, что ли, ходит? Чисто для того, чтобы прокачивать навык взлома. Вскроем камеры. А, вот ящичек есть, стой. Вот ящичек. Еще один, еще один противогаз. Окей. Так, ну, с такими темпами я стану лучшим из лучших. Очень скоро. О, у анаболика новый уровень. Причем за счет того, что он замки вскрывал. Освобождаем политических заключенных. Никто не заслуживает такой жизни. Может быть, все изменится. Анаболик получает единицу ловкости. Когда же все это закончится? После смерти Энрика Чамалдори для этой страны стали черные дни. У нас же, кстати, есть квест. Спасти какого-то чувака в этой тюрьме и привезти его в Эстонию. Если бы только можно было уехать из-за рулька. Вы и представить не можете, что мы видели. Опа, там чувак какой-то это, квестовый Динамо. Свобода, сладкое слово. Меня зовут Грэб Дункан. Из тех, кто пережил безумство Дейдраны. Я знаю во мне, когда вам надо воевать и все такое. Я, конечно, должен благодарить Бога за то, что остался в живых. Но у меня все тело ломит. И мне нужен доктор. Меня в тюрьме держали больше месяца. На целый месяц дольше, чем обычно там сидят. Местный день выдерживают, потом ломаются. Сам дьявол и дня бы не протянул в камере в Тикси. У меня нет времени. Так, его можно то ли, по-моему, нанять можно его. У меня нет времени. Так, давайте попробуем нанять его. Нет, мне сначала нужно с женой посоветоваться. Так, возможно, его нужно просто вылечить. Давайте ему сейчас дадим. Я что-то читал в интернете, что, по-моему, ему надо то ли аптечку дать. И вон это, типа, вот, дать Динамо аптечку, даем ему. Спасибо, но мне это не нужно. Подождите, а что, его нельзя нанять? Нанять, что ли? А что с ним делать-то? Он же, по-моему, квестовый чувак. Нанять. У меня нет времени. Так, давайте-ка я в интернете посмотрю. Я помню, что это чувак какой-то квестовый. Так, его зовут у нас Динамо. Наемники Динамо. Вот написано, нанять его можно. Так, а, это Грег. Грег к нам может присоединиться. Так, ну-ка. Секундочку. Начальник цитю тюрьмы Кристин. Так, зачистив сектор, загляните в тюремный блок западного крыла. Познакомьтесь с Динамо. Грег Динамо. Грег брат Мэтта, начальника Шахты в Альме. Он хороший механик и взломщик, а боец посредственно. Динамо сидит в запертой камере, но его можно нанять прямо здесь, прямо сквозь дверь. Зарплату он просит мизерную, 50 баксов в сутки. После найма его хорошо бы подлечить маленько. Так, подождите. А почему не нанимается тогда? Может быть интеллекта... Может быть надо Форестером подойти, например. Чувак с высоким интеллектом и лидерством. Давайте я попробую Форестера подвести. Слушаю. Может быть Форестер должен поговорить. Будет сделано. Гонтарский. Ой, блять, чувак, извини, что-то не пристрелил в тебя. Я! Сейчас, рэп. Гонтарский. Блять, он залег и теперь не хочет разговаривать, прикиньте. Из-за того, что я нечаянно выстрелил, он залег и теперь не хочет с нами разговаривать. О, вроде можно заговорить, нет? Дружественное. А, так, дружественное. За что? Я был должен присутствовать на выступлении королевы и в ладоши хлопать. У меня ребенок заболел, и я про все забыл. В ту же ночь меня взяли. Когда я рассказал людям в форме, в чем дело, они у меня на глазах. Застрелили моего четырехлетнего сына, чтобы подобное не повторилось. Я выжил, наверное, исключительно благодаря своему брату Мэтту. Он начальник шахты в Альме, поэтому охрана мне первому еду несла. На всех никогда не хватало. Старина Мэтт мне очень обрадуется. Он и его рабочие специально нормы не выполняют, протестуя против моего заключения. Так, слегка работают, только чтобы их... Сами их в тюрьму не посадили. У меня нет времени. Так, пробуем теперь нанять Форестером. Может, повезет, и я увижу, как эта сучка испустит дух. Мне с ней нужно посчитаться. 50 баксов в день, что скажешь. Будет, что жене послать за дом, мне на еду хватит. Услабывай двери, бесшумно. Я в любое место попаду. Нанять Динамо за 50 долларов, да. 50 долларов в день. С радостью. Это очень дешево. Не могу дождаться того момента, когда задушу эту стерву. Это 350 баксов в неделю всего. В журнал добавлена запись. Динамо нанят. По сути, халявный наемник. Но он тоже по характеристикам меткость 68, опыт 1, интеллект 78. Ну, тоже только для тренировки ополчения, больше ни для чего. Оболчение в этом секторе нельзя учить, к сожалению. Так, Динамо. Динамо у нас посыльным. Тогда сейчас пойдет в этот... В Камбрию. Вещи, это относить шмотки. Да мы все, в принципе, сейчас пойдем в Камбрию относить шмотки. Все. Столько товаров. Только сначала выздоровеем, наверное, да? Так, в общем, Динамо нанят. Это хорошо. Тихо-тихо. Что случилось? А, я в другом секторе оказался. Я в Камбрии оказался. Так, продолжаем. Осматривать тюрьму. Тут еще нижний ярус какой-то есть. Подвал. Вся кровь. Одно. Че, эту дверь я не открыл, что ли? Окей. Забыл. На воле получает единицу механики. Видите, у него как механика качается. На вскрытие этих дверей. Одно. Сколько у него уже, кстати, механики? 88. Окей. Окей. Вся кровь. Наткарно? Паркарно Псяк-Реф Паркарно Псяк-Реф Паркарно 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 Псяк-Реф Паркарно Вообще ничего нет Но ловкость и механику закачаем при вскрывании двери, правильно? Паркарно Поэтому будем открывать все Паркарно 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 Здесь тоже ничего Так, придется в подвал идти, честно говоря страшновато, а вдруг там нас ждут, хотя это маловероятно пускай один анаболик идет в принципе остальные а подождите вещи чтобы собрать с глобальной карты он несет у него места в инвентаре особо нет я смотрю чем как медленно идет слушаю будет сделано sky forest и тоже втроем спустимся вниз гонтарские одно ты что-то я хотел вот так как открыть нижний ярус то что не промо так анаболик отряд 3 g9 1 секундочку сейчас я посмотрю на карте чё получает вообще за локация такая сколько здесь ярусов то странно не написано что здесь есть а здесь есть подвал тиксы и даже пещера под тиксы господи что там такое тут оказывается квесты сейчас целый будет слушайте тут тут аж два подземных яруса и на нижнем и даже жуки обитают я даже не знаю тогда давайте сначала вылечимся а потом уже займемся всем этим делом сначала вылечимся сейчас все так анаболик вылазь наверх тут враги есть походу судя по звуку здесь враги есть так давайте все отдохнем значит динамо динамо нагружаемся с шмотками и отправляем его отправляем его в камбрию так си 7 что это за 7 7 это какой-то новый автомат у меня такого не было шо за 7 7 си 7 так эта винтовка просто кричит главный девиз канадцев чтобы янки не сделали мы сделаем лучше это версия м16 голубая мечта любого наемника урон 30 дистанция 40 ого это лучше чем g41 получается урон 30 дистанция 40 это лучше чем g41 так сейчас мы снимаем тогда все вкусняшки со снайперской винтовки и устава устанавливаем на g на си 7 ее надо чуть-чуть будет подремонтировать но в целом она практически в порядке просто будет у отлично как раз я это последует совету умных людей которые сказали что не надо не надо чтобы форестер бегал со снайперкой она не особо то нужно типа потому что мало из нее выстрелов можно произвести так два прибора ночного виденья у форестера почему так скале дадим шо ты все только одно что-то можно надеть да так давайте я всем перезаряжу пушки чтобы освободить слоты так баре такой-то лучше 40 джи джи а эти патроны то не подходят ё-моё да возник конечно тут с инвентарем пипец в этой игре так маг 10 я не знаю будем тебя рпг рпг но вот опять же я уже который раз нахожу рпг но я ни разу не находил снаряды к рпг так динамо сейчас нагрузим и пускай он все это несет в камбрию о штанишки я обожаю брюки спектра нихрена себе так кому брючки дадим у димитрия вообще нет штанов димитрию димитрию у него 53 броня стала длинные брюки спектра защитные брюки с бронепластинами из высокопрочного материала спектра шилд поглощающего энергию выстрелы и тем самым защищающего от динамических повреждений благодаря подгоночным ремням на талии и лодыжках брюки не стесняют движений отличные брюки так еще одни брюки спектра у нас две пары штанов так кому брючки анаболика у него длинные кевларовые брюки это уже не то самый слабый по броне у нас анаболик самый слабый так ему даем брюки спектра так как кевларовые штанишки кому у остальных штаны у всех есть и смотрю у баре нет штанов баре штаны даем отлично так тут лишние остались кевларовые штаны это понесет у нас так нагружаем динамо чтобы он все это отнес так патроны 72 нато бронебойные это кстати патрон это ну да они к снайперской винтовки подходит и к м14 то бишь вы джерми не подождите м14 это же не ruger mini 14 и другой ствол ну-ка 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 это интересно это же не ruger ну-ка баре вот руль за место ruger и дать им да это другая пушка m14 762 патрон штурмовая винтовка визитная карточка америке наряду с яблочным пирогом и днем независимости любая ударная группа вооруженная m14 обречена на победу плюсы большая дальность минусы ничего урон 33 дистанция 33 для сравнения уру джерми не 14 урон 30 дистанция 25 а тут урон 33 дистанция 33 кстати дистанция чуть-чуть пониже а нет больше конечно отлично но правда под нее патрон другой нужен и уже 762 потрошки нужны а вот кстати который у форестера то лежали они же тоже подходят я так понимаю ну-ка вот эти патроны подходят под нее подходит подождите 20 штук ну да патроны те же самые конечно пускай баре с нее лупит снайперский прицел да вот эти стволы девать у нас уже просто патронов столько что их уже девать потихоньку начинает некуда так баре патроны 762 отдаем а у нее есть автоматический огонь кстати в этой пушке да у нее есть нет подождите да у нее есть автоматический огонь и тогда ее надо давать не баре который хреново стреляет она боли q или форестеру форестер и так самая лучшая винтовка си 7 от блин зачем я дал баре то анаболику нужно отдавать самый хороший ствол и он у меня метки так тут пушка уже баре теперь опять перекладывать патроны 762 так состав 18 чтобы место не занимал давайте сразу его применим а может быть у нас сперва починить он кстати не починенный у нас наверное его починить надо сперва таскать с собой вторую снайперскую винтовку наверно это плохая идея я полагаю кстати под форестеру надо побольше патронов отдать патронов 56 у него ствол хоть и хороший но стреляет 556 патронами на урон написано высокий вроде как и 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 что я запутался во всех этих боеприпас хуже анаболик значит 56 форсер снайперка наверно не нужно в принципе наверное и надо убрать так пускай и динамо наверно заберет заберет в камбрию так у скалы патронов до хрена слишком до хрена я бы сказал пятьдесят шесть а уздобы аптечек слишком до хрена все перегружены уже пипец так мы состав 18 прежде чем применять я так понимаю его надо починить иначе он не в них слишком хорошо не слишком хорошо это усилит броню правильно я понимаю так давайте динамо по простенькому оденем таки ларвый броник ему кунь смог 10 обычный дадим чё патронов нету что ли вот кстати 762 разрывные есть 762 разрывные мы отдадим сейчас на полику блин не помещается уже так а мы можем вот эти два состава объединить чтобы они друг друга как бы усилили нет не можем видимо так составы тогда тоже динамо дадим как регенераторы здоровья у нас тут блин я забыл замучился куда все это девать так давайте все вот это вот стимулятор эти заберем сил 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 здоровья как ручные гранаты так магазин 762 бронебойные это все надо отдать она более некуда складировать уже вот и за вот эта фомка блин я вообще ни разу ей не пользовался вот сколько я играю все замки я взламываю ключом я ни разу фомка не пойду что выкинуть на хрен эту фомку давайте и уберу нафиг либо отнести ее тоже динамо отдать ее что ли ни разу я этой фомка ее кроме как в начале игры я один раз что-то сломал и все дальше я всегда взламываю ключами пусть а вот мне интересно смотрите здесь пять штук патронов здесь 5 здесь каждый парт каждый по 20 штук что ли здесь каждый по 20 может быть можно знаете как сделать такая же хитрость как с 9 миллиметровыми то есть я сейчас заряжу это вот эти вот маленькие магазины а потом у меня получится один большой может быть так сделать получится ну-ка вот если я сейчас разряжу его о и обратить внимание у меня получилось большой магазин вот вот как мы сделаем мы сейчас из четырех маленьких сделаем сделаем один большой и у нас будет экономия места да по идее да тронов навалом так вот эти кстати тоже ведь можно сделать в один большой один большой рожок можно сделать до так аптечки маленькие давайте все аптечки улучшим все на не улучшается на максимуме что-либо так еще одна огромная птичка я уже не знаю куда их девать так у меня скала о господи скала тоже уже перегруженный скала тоже не вылазит эта аптечка уже лет форест продать ультрафиолетовый прибор ночного виде чем типа лучше что чем обычный прибор так это прибор на это ультрафиолетовый приборочного видения позволяет видеть в полной темноте благодаря я использую ультрафиолетовых лучей предупреждающая надпись гласит непригоден для использования в пещерах странно почему он в пещерах не пригоден так давайте я ему ультрафиолетовый дам прибор обычный прибор кто у меня там с наушниками у этой уже есть ночной прибор вот димитрию давайте дадим блин у меня уже все перегруженные так разрывные патроны 556 нужно забирать потому что как мне сказал ред радикал против пещер они против против жуков они эффективны фляжки я ни разу за всю игру фляжками не пользовался они типа энергию восстанавливают да ни разу не пользуется за всю игру так упали много свободного места я смотрю свезоточивые гранаты все хочется в один слот упикнуть чтобы блин свезоточим гранаты меня тоже ни разу не пользовался нужны они мне нет конечно бронежилет спектра друзья бронежилет спектра ни фига себе вот это подгон так мы получается форесту его надо вручить но он не усиленный ничем этот броник даже хуже стала броня чем же бронежилет охранник обработанный си 18 ну как-то я так не очень согласен а чё неужели никому не надо но димитрию за место замески ворового броника си все 18 его вручил так этот динамо давайте отдадим принцами сколько тут денег 50 баксов всего лишь куда их кинуть чтобы они и ладно ерунда эти 50 баксов бронебойные патроны и у меня уже тоже не влезают может быть я жадничаю может быть не надо столько столько вещей так скалаю так м24 заберем это я тоже сейчас камбри все отнесу продолжим следующем часть всем пока